здравствуйте дорогие ученики тема сегодняшнего урока приспособление птиц к сезонным изменениям параграф 45 страница 153 155 цель сегодняшнего урока ознакомить вас с особенностями оседлых кочующих перелетных птиц объяснить значение кольцевания сформировать подход классификации птиц по особенностям приспособлений к сезонным изменениям заложить основы компетенции научно-исследовательского подхода и используем и использование метода наблюдения давайте запишем важнейшие понятия сегодняшнего урока орнитология оседлые птицы кочующие птицы перелетные птицы пути перелетов и их причины кольцевание линька орнитология а древнегреческого слова орнитус птицы логос учение наука это наука изучающие птиц их происхождение внешнее строение места обитания и внутреннее строение а также места распространения те термин орнитология введен итальянским натуралистом альдраванди в конце 16 века в зависимости от изменения образа жизни разделяются три группы птиц оседлые это птицы которые не улетают на зимовку и обитают в своем регионе кочующие перелетные давайте рассмотрим их поподробнее оседлые птицы живут в течение всего года на одном месте к их числу относятся синицы горлянки и голуби куропатки жаворонки некоторые птицы летом делают небольшой запас пищи и при нехватке ее достают и используют голодное время синицы в конце лета прячут семена или насекомых в трещинах на коре деревьев в лишайниках на ветках зимой и ранней весной когда ощущается недостаток корма они питаются этим запасом на картинке мы можем посмотреть оседлых птиц которые не улетают на зимовку кочующие птицы в зависимости от времени сезона меняют место своего обитания и поэтому их называют кочующими это галки грачи вороны скворцы с наступлением холодов они отлетают стаями в места где меньше снега и больше питательных веществ кочующим птицам относятся горлица кольчатая ворона серая грачи галки перелетные птицы многие птицы улетают из холодных или умеренных районов осенью в теплые страны перед тем как улететь они собираются в стаи отлет птиц начинается в разное время например стрижи соловьи и волги айсы начинают отлет довольно таки рано хотя в местах их постоянного гнездования погода стоит еще теплая и имеется пища достаточном количестве другие птицы например утки гуси лебеди улетают поздней осенью когда уже водоемы покрываются льдом к местам зимовки птицы направляются всегда одними и теми же путями перезимовав там они возвращаются на родину перелетные птицы ласточка скворцы кукушка соловей журавли аисты гуси воспользуюсь возможностью хочу продемонстрировать вам тест из международного исследования по естественно научной грамотности под названием пизо программ интернешнл студент ассистмент для 15-летних подростков поэтому можно смотреть ученикам 8 9 класса пизо тест называется миграция птиц это масштабное сезонное перемещение птиц из мест их размножения и обратно каждый год волонтеры пересчитывают перелетных птиц в определенных местах ученые ловят некоторых птиц и метят их они используют наблюдение замеченными птицами и их подсчет волонтерами чтобы определить пути миграции птиц в правой колонке было задание обязательно нужно внимательно прочитать текст и обратить внимание на каждое слово в левой колонке вопрос прочитайте текст для ответа на вопрос отметьте нужный вариант ответа большинство перелетных птиц собираются в определенном месте а затем мигрируют большими стаями а не в одиночку такое поведение сформировалось в результате эволюции какое из следующих утверждений является наилучшим научным объяснением такого проведения большинства перелетных птиц как результат эволюции у птиц мигрировавших в одиночку или небольшими стаями было меньше шансов выжить и оставить потомство у птиц мигрировавших в одиночку или небольшими стаями было больше шансов найти подходящую пищу перелет большими стаями давал возможность птицам других видов присоединиться к миграции перелет большими стаями давал каждый птицам больше шансов найти место гнездования и так как вы думаете какой из этих вариантов ответов более подходящий совершенно верно у птиц мигрировавших в одиночку или небольшими стаями было больше найти шансов подходящую пищу от лед птиц связан с сезонными изменениями которые происходят в местах их обитания птицы живущие в северных и умеренных поясах строят гнезда выводят и воспитывают птенцов наиболее благоприятное теплое время года перед наступлением неприятного зимнего периода когда будет ощущаться недостаток корма они улетают более южные края прилет птиц весной на свою родину связан с их инстинктом размножения сокращение продолжительности дня осени является сигналом для их отлета определение путей перелетов способность птиц точно ориентироваться во время перелетов по движению солнца имеет только частичное значение многие птицы днем питаются и летают только по ночам опыты показали что птицы обладают способностью ориентироваться по звездам возможно отдельные птицы способны также воспринимать изменения магнитного поля земли кольцевание это важнейший метод который помогает изучить места перелета места их зимовки места гнездования для этого используют легкие сплавы где помещают на лапку кольцо с номером и орнитологи это ученые которые изучают птиц наблюдают их места перелета и гнездования значение кольцевания помогает ученым определить продолжительность жизни где они гнездятся и благодаря кольцеванию птиц было установлено что аисты живущие на территории средней азии зимуют в индии европейские аисты юго-восточной тропической африке соловьи например улетают в тропическую африку а ласточки в африку и индию на рисунке мы пронаблюдаем перелет аиста как приспособление к сезонным изменениям зеленым цветом это центральная европа север африки и север аравийского полуострова это места гнездования где летом они откладывают яйца и где летом они гнездятся желтым цветом показаны места зимовки это восточная африка и север полуострова индостан красной стрелкой показаны маршруты перелетов домашнее задание убедительная просьба внимательно прочитать параграф 45 страницы 153 155 зарисовать рисунок номер 90 детально изучить и высказать свою точку зрения по поводу перелета белого аиста выполнить письменно задание из учебника на странице 155 определить представителей оседлых кочующих и перелетных птиц вашего региона спасибо за внимание урок окончен а